Не важно, что происходит в вашем кишечнике, важно, что вы ощущаете это как невозможность жить качественно. Сейчас даже у детей с этим большие-большие проблемы. Абсолютно все органы организма будут от этого состояния страдать. Я приветствую вас на канале Школы Здоровья и Ресурс. С вами я, Марина Жигульская, нутрицолог. Сегодня я хочу поговорить о такой теме, с которой ко мне редко обращаются, даже скажем, как нутрицологу, но тем не менее практически каждый, кто ко мне обращается, имеет это состояние. То есть ко мне может прийти, например, человек с анемией, или, например, выпадение волос, или лишний вес. Ну то есть неважно, какие причины, но абсолютно все вот эти люди имеют синдром избыточного бактериального роста. И он, конечно, им досаждает, потому что это газообразование, это неприятные ощущения, это надутость вот эта вот постоянная. Но на него почему-то не обращают внимания так, как, например, на гипофункцию щитовидной железы, или так, как, например, на анемию, или когда вот выпадают волосы, опять же. Или любые проблемы по гинекологии, например, тот же эндометриоз. И если все-таки у человека возникает мысль, что что-то с моим животом не в порядке, то максимум это он пытается устранить это локально. То есть он пытается попить какие-то таблеточки, ферментики, то есть что-то, может быть, в продуктах питания пересмотреть, что, в общем-то, правильно, но картину всегда надо видеть целиком. И вот если мы подходим к этому как целостному организму, то мы понимаем, ну вот я как нутрициолог, по крайней мере, понимаю, что кишечник вылечить невозможно. Невозможно вылечить кишечник как отдельный орган, потому что все, что происходит с нашим кишечником, это то, что происходит у нас на верхних этажах нашего пищеварения. В кишечник попадает еда, обработанная нашим пищеварительным трактом. И для начала это, конечно, как мы жуем. Мы сейчас опустим то, что мы едим, мы к этому еще вернемся. Сначала как мы это жуем, потому что если мы плохо переживали, значит неизмельченная пища не сможет дальше ферментироваться нашими пищеварительными соками, и, следовательно, она ляжет в кишечник догнивать, дображивать. Если у нас не хватает кислотности в желудке, значит белок не обработается, и, следовательно, догнивать он уедет в кишечник. Если у нас не работает желчный пузырь, значит жиры не усвоятся, не эмульгируются, а, следовательно, с минералами они в кишечнике у нас будут образовывать мылоподобные соли. Ну и так далее. Я надеюсь, что вы поняли. И ко всему этому, если мы добавим еще стресс, малоподвижный образ жизни, наши бессонные ночи, которые нам высокий кортизол держат всегда, а следовательно провоцируют воспаление, то, конечно, в кишечнике никогда не будет порядка. И бороться с синдромами избыточного бактериального или грибкового роста можно бесконечно. Что такое синдром избыточного бактериального или грибкового роста? Бактериального это когда из-за вот этих всех факторов, которые я перечислила, начинает разрастаться микробиота. Причем разрастаться может условно-патогенная микробиота, которая в принципе нужна нашему организму, и она должна у нас быть, например, та же кандида, например, те же стафилококки со стриптококками, например, тот же хеликобактер пилори, он не в кишечнике, конечно, живет, но тем не менее, это условно-патогенная бактерия, и это как бы наш сопрофит, сопрофитная так называемая флора. Могут они разрастаться, и, конечно, тогда они приносят массу вреда, и, например, если мы говорим про кандиду, то как раз вот это синдром избыточного грибкового роста. А могут разрастаться и наши полезные бактерии. И не важно, что происходит в вашем кишечнике, важно, что вы ощущаете это как невозможность жить качественно, потому что со вздутым животом, я знаю по себе, жить качественно, но проблематично. Что делать для того, чтобы победить эти симптомы раз и навсегда? Ну, во-первых, раз и навсегда это тоже такая уловка нутрициологов, я бы сказала, потому что синдром избыточного бактериального роста это не месяц попить схему, это не пару недель посидеть на диете, это комплексный подход к своему организму, это отслеживание своей симптоматики, отслеживание того, как реагирует организм, какова положительная динамика и в какой период времени. И периодически возможно повторять этот комплекс мер для того, чтобы зафиксировать это состояние очень надолго. И, конечно, здесь то, что мы едим, потому что когда у нас в рационе переизбыток углеводов, рафинированной пищи, трансжиров, то, по-моему, ребенку понятно, что кишечник не будет долго оставаться здоровым. Когда у нас есть воспаление кишечной стенки, отек кишечной стенки, то, конечно, надо убирать продукты, которые будут способствовать воспалению. И это вот, например, те же пасленовые, это те же рафинированные масла, семечковые, которые нам продают иногда под эгидой здоровое питание. Это дорого действительно, это раскручено маркетингом сейчас, но это не про здоровье вашего кишечника, ну и в принципе не про здоровье ваших суставов, сосудов, соединительной ткани и так далее. То есть в нашем рационе должно быть достаточно полезных жиров, но проглоченные, они равно усвоенные, поэтому эти полезные жиры должны усваиваться у нас, следовательно, должен работать желчный пузырь и в принципе жировой обмен. Это правильное соотношение углеводов, и углеводы простые, тут мы, конечно, исключаем, сложные, мы очень тщательно контролируем, что из сложных углеводов попадает на наш стол, потому что, например, вот зерновые, нехорошие углеводы в данном случае, мы должны наполнить свой рацион качественным белком и убедиться, что он будет у нас усваиваться. И вот когда мы сделали все эти вещи, когда мы плюс добавили антибактериальные какие-то натуральные препараты, я сейчас не про фарминдустрию говорю, то, конечно, мы можем раз и навсегда победить синдром избыточного бактериального роста, а вместе с ним уйдет синдром поликистозных яичников, а вместе с ним уйдут проблемы кожи, все эти атопические истории, а вместе с ним начнет усваиваться белок, следовательно, перестанут попадать в волосы, скорректируется анемия и так далее. То есть вот коррекция состояния кишечника влияет на все органы и системы исключительно положительно, и, конечно, то, что мы можем лечить годами у узких специалистов разными схемами и так далее, причина всегда одна, причина начинается с нашего кишечника. Поэтому, конечно, на кишечник надо обращать очень пристальное внимание, и если бы это действительно было просто, и можно было бы вот дать схему, например, и человек ее пропил, выдержал какой-то протокол питания и излечил свой кишечник, тогда, пожалуй, не было бы так много людей, которые страдают от синдрома избыточного бактериального роста или грибкового. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, подход здесь только индивидуальный, и поэтому я призываю всегда людей изучать, как работает наш организм, изучать, что конкретно в вашем организме сигнализирует вам симптомами, что, пожалуйста, обрати на меня внимание. И обязательно понимать, что не надо лечить симптом, надо всегда искать и устранять причину. И, конечно, надо понимать, что это состояние синдрома избыточного бактериального или грибкового роста провоцирует другие патологии, заболевания и вот ту нестабильность в организме, которая у нас вылазит потом другими проблемами. Потому что вы истощаетесь по витаминам и минералам, организм пытается все это скомпенсировать, потому что растягивается стенка кишечника и, следовательно, не усваиваются уже и витамины, и минералы из пищи, и какое бы ни было у вас качественное питание, вы всегда будете в дефицитах. А дефициты будут обуславливать множество других заболеваний. И это, конечно, будет страдать и сердечно-сосудистая система, и даже нехватка железа в организме, и та же гипофункция щитовидной железы, и волосы лезут, ну и так далее. То есть абсолютно все органы организма будут от этого состояния страдать. И поэтому на своих программах я всегда призываю, что начинаем корректировать состояние кишечника целостно, комплексно. И первое, что вы должны сделать, это убрать углеводы простые из рациона, и попробовать добавлять в свой рацион полезных жиров и качественного белка. И, естественно, все это тщательно жевать, потому что тщательное пережевание сильно облегчает работу всему вашему пищеварительному тракту, по факту снимает с него нагрузку. И, конечно, вот эта сниженная нагрузка позволяет как бы обновиться всему желудочно-кишечному тракту, заново секреция пищеварительных соков начнет у вас происходить, ну и, следовательно, лучше усвоение. Дальше, обязательно следите за тем, чтобы у вас была в норме кислотность желудка, потому что от этого очень сильно зависят усваиватели, вы минералы. Будет ли у вас, например, усваиваться витамин В12, потому что без кислотности желудочного сока это невозможно. Будет ли у вас много качественного белка, вот тот, который усвоится и пойдет строить вам новые ферменты, гормоны, клетки организма, мышечную ткань и так далее, сосудистую стенку. И, конечно же, здоровье желчного пузыря, потому что сейчас даже у детей с этим большие-большие проблемы. Что мы видим? Мы видим сухую кожу, мы видим укачивание в транспорте, мы видим поломанную гормональную систему, мы видим когнитивные способности ухудшенные, и это все как раз говорит о том, что желчный пузырь не работает. Это только некоторые симптомы, которые прямо сейчас пришли в голову. Поэтому, вот если мы нормализуем все эти вещи, то есть мы будем выбирать, что мы едим, мы будем выбирать, как часто мы едим, потому что 4-х часовые интервалы делать обязательно в питании. Мы будем тщательно жевать, мы будем добавлять в рацион, например, горечь для того, чтобы активировать желчоотток, например, яблочный уксус, лимонный сок, например, для того, чтобы стимулировать кислотность желудка. И введем в свой рацион ферментированные продукты, например, та же квашеная капуста, кимчи, например, йогурты. Но вот здесь с молочкой большие вопросы могут быть, потому что не у всех молочка на начальном этапе может быть тем продуктом, который все-таки будет про здоровье. Ну и, конечно, надо следить за тем, чтобы вы качественно высыпались и чтобы в вашей жизни было движение. И не могу не сказать здесь по коррекции стресса, потому что стресс, даже если вы вот все эти факторы выдерживаете, стресс может все перечеркнуть. И знать, что делать со стрессом, как его корректировать, очень важно, особенно в нашем современном мире. Конечно, в рамках такого короткого видео очень трудно рассказать, что надо делать и учесть все нюансы. Ну и подробно, конечно, не расскажешь. Поэтому я периодически провожу вебинары, на которых стараюсь дать много полезной информации и все вот эти вот нюансики раскрасить, чтобы была полнота картины и чтобы было понимание. И поэтому у меня есть два формата. Есть трехдневный вебинар бесплатный, который я провожу и на котором вот пошагово прямо все. Питание, ЖКТ, усвоение, стресс, анализы и так далее. И еще один вебинар по кишечнику, на котором мы говорим конкретно про здоровье кишечника и все моменты, которые с этим связаны. И зарегистрироваться для участия в этих вебинарах вы можете по ссылке в описании под этим видео. Спасибо. Спасибо.